Хор пропел замечательные слова «Поспеши на помощь мне и в мольбе не откажи». Каждый из нас, братья и сестры, сегодня, я думаю, такие слова, они являются, наверное, фундаментальными, потому что, когда мы приходим к Богу, мы хотим что-то всегда от Него получить, и это очень хорошо. Но плохо, когда мы не совсем можем уповать на Бога в нашей жизни, в наших обстоятельствах различных. Особенно, может, тогда, когда нам хорошо. А бывает, даже когда трудно, у человека возникает ропот. И та и другая сторона, она нехороша для человека. Почему? Потому что всегда для человека все-таки самое важное всегда остается перед Богом – это доверие Ему. Братья и сестры, я прочитаю коротко перед нашей молитвой, мы помолимся, 19 глава, 4 книги Царства. Царь Сен-Хирим, ассирийский царь, пришел войной на Израиль. Изекия тогда был царем. И Сен-Хирим говорит такие слова Езекии, я прочитаю, с 10 стиха 19 главы. «Так скажите Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отданный Русарим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали царей ассирийский со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь?» Трудная ситуация, братья и сестры, как вы думаете? Война грядет. Тяжелая война. Соперник очень серьезный. Это пришел опустошитель, который покорил полконтинента. И это маленькое государство Израиль говорит, что ты стоишь передо мной? Да, сейчас я сейчас уйду. Я вот пришел в осаду, ну тут у него где-то там случилась война, он уходит. Он говорит, я сейчас вернусь. Послов посылает. Не думай. Ты на кого надеешься? На Бога? А ты вспомни. Братья и сестры, тяжелая ситуация для Изеки. Для него большая, ну как сказать, такая ситуация, ну, вот представьте, перед вами там большая гора, да? Вы не знаете, что там за горизонтом. Вам надо дойти, а может быть там 2, 3, 5 гор. Сможете дойти до дома, у вас сил нет. Я помню, бывают такие, были моменты, когда в далекую дорогу едешь, в частности на север, там по пути от Акимчана в Ульген, там есть два таких перевала интересных. Они топографически очень сильно похожи, так местность очень сильно похожа, один перед другим. Один только находится рядом уже с селением, за него переваливаешь, вот селение, а другой почти на середине находится. А так, знаете, когда дорога долгая, выматывает уже последние силы, ну, когда же все закончится, тряска, все это. И вот переваливаешь, эх, не тот, еще. Братья и сестры, знаете, в нашей жизни духовно то же самое. Когда закончится? Что? Когда наступит конец тому или другому? Тяжкие какие-то переживания. Мы устаем от многих вещей в нашей жизни. А порой, братья и сестры, мы не замечаем. Но самое главное, вот в Изекии сейчас был ультиматум поставлен. В Изекии была проверка упования действительно на Бога. Ему напрямую сказали, на кого ты уповаешь? Есть опыт, есть победа, есть человеческая сила. Братья и сестры, помните, что сделал Изекия? Он пошел в храм, взял это письмо и молился. Молился перед Богом. Пророк Исаия приходит и говорит, вот то, о чем ты молился и просил меня, об этом сенхериме не переживай. Братья и сестры, случилась победа. Да, этот царь силицкий, эти полчища, были поражены в своих собственных странах, и ничего не произошло. Пусть нас Господь благословит, братья и сестры, всегда в нашей жизни учиться уповать. Вот эти страницы Священного Писания, очень много таких. Когда человек уповает на Бога, человек никогда не будет посрамлен. Вот интересное выражение, да, в Псалмах написано, не в Псалмах, а в притчах книгах, что не угнетай бедного, потому что он, если помолится Господу, да, то Бог услышит его молитву. Как бы ты, человек, говорит, если в достатке, ты очень часто уповаешь на свои собственные силы, да, а вот ему не на что уповать, а он уповает на Господа, а Бог за него вступится. Я про что говорю? Про то, что упование на Господа в жизни, братья и сестры, оно должно быть полноценным. И так делайте, братья мои, делайте более твердым ваше звание и избрание, когда мы в нашей жизни уповаем на Господа. Помолимся в этот час, чтобы Господь благословил наше служение, благословил Слово и в наши сердца готовил и работал там, в наших сердцах, чтобы мы больше и больше в нашей жизни имели этого упования нашего Господа. Аминь.